Доброе утро! Мы с вами начинаем очередную встречу. Максим, доброе утро! Сейчас мы еще минутку подождем, пока я сотру с доски. София, доброе утро! Пока я сотру с доски, а возможно, кто-то из задерживающихся подтянется. И после этого мы с вами начнем. Доброе утро! Так, ну давайте приступать. Значит, по моим воспоминаниям и моим записям судя, в прошлый раз мы с вами закончили нам задачи о максимальном потоке через сеть и алгоритме Форда Фолкерсона. Во-первых, не ошибаюсь ли я, действительно ли мы закончили на этом. Ну и во-вторых, появились ли у вас какие-нибудь вопросы? Так, сейчас я схожу и уберу паразит. Вот так. Да. Максим, спасибо. Какие-нибудь вопросы у вас дополнительные появились? Вопросов нет? Ну, хорошо. Тогда давайте двигаться дальше. Значит, сегодня у нас с вами по плану сначала задача о клике, а потом мы будем потихоньку переходить к хроматическим многочленам. Значит, на всякий случай, я, может быть, в прошлый раз об этом уже говорила, но давайте на всякий случай для очистки своей совести повторю. Значит, срок сдачи второго ИДЗ пока что мы с вами перенесли на 29 ноября. Это воскресенье на будущей неделе. Ну, как бы, очевидным образом в этом есть необходимость. Вот, посмотрим, как пойдет сегодня. Может быть, придется этот срок еще немножко нарастить. Ну, в общем, добрый день. Ну, в общем, я надеюсь, что в 29 включительно мы уже должны вполне уложиться. Так, значит, соответственно, начинаем мы с вами с понятия клики и задачи о клике. Не правда? На бон согласных я проверяла соответствующий факт еще неделю назад, и все папки были открыты. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. У вас среди доступных вам папок должна быть папка, ну, собственно, которая называется номер вашей группы. Вот это та самая папка, куда нужно сдавать ИДЗ. И она была расшарена и неделю назад тоже. Я не меняла настройки. Я просто проверила, что доступ у вас есть. Доступ таки есть. Проверьте, пожалуйста. Я не могу вас понимать. Итак, задача открытия. А точнее. Вот так. Значит, клика. Задача о поиске максимальных клик в графе. Ну, и, собственно, алгоритм Брона Кирбоша – это алгоритм достаточно эффективный, чтобы эту задачу решать. Ну, как всегда, как всегда, начать мне придется с определений. Давайте так и сделаем. Это довольно простая штука. Пусть у нас есть граф. Мы будем называть кликой в Ж. Любой, не пустой, полный парграф в нем. Клика в Ж – это просто не пустой полный подграф в Ж. Давайте на всякий случай вспомним, что такое полный подграф. Ну, или, если хотите, полный граф. Это определение вам тоже подойдет. Понятно, что полный подграф – это подмножество нашего графа с соответствующим свойством. Итак, что же такое полный граф? Ну, если вдруг забыли, то об этом тоже можно написать, я, конечно, напомню. Ну, вообще, скорее всего, помните, мы довольно много с этим понятием, ну, не то чтобы работали, но сталкивались. Мы с ним сталкивались даже в прошлом году, когда занимались комбинаторикой. Да, да, Максим, совершенно верно. Полный граф – это граф, у которого любые две вершины смежные. Ну, вот подграф с таким свойством будет называться кликой. Значит, прежде чем мы двинемся дальше, давайте я сразу сделаю оговорку. Для клики есть дополнительное понятие, которое называется независимое множество. Значит, пусть у нас есть граф G. Независимое множество G. Это такое подмножество в множестве вершин, что любые U и V из этого подмножества не смежны. Независимое множество – это понятие, двойственное к понятию клики. Независимое множество – это множество попарно-несмежных вершин. Для некоторых задач будет удобно переходить от графа к дополнению, ну, и вот в этом месте клики превратятся в независимое множество. Но пока что, правда, это исключительно, чтобы у нас с вами было это слово. Итак, мы с вами определили, что такое клика. Давайте посмотрим на примеры. Я сейчас нарисую какой-нибудь в меру убийственный граф. Давайте скажем такой. Очень забавно, поскольку я эту пару провожу не первый раз уже, у меня такое впечатление, что я начала и сама сядь в тот же граф в этом месте. Это совершенно не обязательно, конечно. Итак, вот такой граф. Давайте посмотрим на него и скажем, какие клики вы в этом графе видите. Какие клики вы в этом графе видите? Любой полный подграф, не пустой, ну, давайте я напишу по вершинам, это важно. Не пустой по количеству вершин. Читает какой-то такой небольшой графчик. Какие клики вы в нем видите? Так. Значит, ну, Софья начала, что называется, с козырей. Она показала на клику, которая котри. Действительно, в этом графе есть клика третьего порядка и это клика АВС. Так. Значит, Максим начал перечислять клики второго порядка. Их много. Значит, АВ, ВС, АС, АЕ. Еще и все клики второго. Да. Вот нашли ВД. Да. Это значит клики второго порядка. А еще, да, совершенно справедливое замечание от Максима, что вообще-то здесь еще клики размера один есть. Каждая вершина отдельно тоже оказывается кликой. Ну, вот их пять штук. Больше клик нет. Очевидным образом, поскольку в этом графе нет клика, нет клики, прошу прощения, размера четыре. И, значит… Так, давайте я это тоже двоеточие поставлю, раз уж стало перечислять через двоеточие. Да. Значит, вот такой список клик. Ну, естественным образом, появляется необходимость определить что-то вроде максимальной клики для вершины. Вот на этом списке, который теперь полный, очень хорошо видно, что вершина одна и та же может входить в клики разных размеров. Давайте мы сейчас определим понятие Максимальной клики и выберем в этом списке Максимальная. Определение, опять-таки, довольно естественное. Есть у нас граф. Альфа – это максимальная клика в G. Если не существует клики альфа с волной, такой, что альфа содержится в альфе с волной. Максимальная клика в G – это, значит, такая клика, которая не является строгим подмножеством никакой другой клики. Вы уже видели такие определения, такие конструкции называются максимальными по включению. Да? Ну вот, можно было бы сказать, что клика максимальная, если она максимальная по включению, то, что сейчас написано на доске – это расшифровка понятия максимальности по включению. Клика максимальная, если она не является строгим подмножеством большей клики. Давайте посмотрим на примеры. Итак, скажите, пожалуйста, какие из перечисленных клик, а я еще раз повторю, что сейчас у нас перечислены в этом графе все клики, какие из перечисленных клик являются максимальными? Максимальные – это, значит, клики, которые не являются подмножеством каких-нибудь других клик. Давайте полюбуемся. Совершенно верно. Во-первых, есть клика АВС, которая очевидно не является подмножеством никакой другой клики. АВС. БД. Совершенно верно. БД. И АЕ. БД и АЕ. БД и АЕ. Еще есть? Или это все? Угу. Где-то Долфин Максим пишет, что это все, и это, конечно, правда. Одиночная вершина может быть максимальной кликой, только если это изолированная вершина, поэтому среди наших вершин максимальных клик нет. Ну, и клика размера 2 может быть максимальной, только если она не входит, ну, хотя бы в К3. Очевидным образом, три оставшихся ребра – это как раз те, которые составляют наши К3. Все верно. Да. Вот такая, значит, конструкция максимальной клики. Ну, и задача о поиске максимальных клик теперь обретает конкретность формулировки. Нужно найти все максимальные клики в конкретном графе. Понятное дело, что такая задача, конечно, решается перебором. Можно взять, значит, граф, найти в нем все подграфы, полные, начать максимальные клики. Переборное решение вы прекрасно знаете, насколько это отвратительно. Да. Вы хорошо знакомы с тем, что быстро решающиеся задачи, хорошо решающиеся задачи – это то, что рассматривается в курсе методов вычислений. Но задачи, которые решаются плохо и медленно – это интерес криптографии. Соответственно, вот переборное решение, если решение бывает только переборное – это довольно часто криптографическая история. Что касается задачи о максимальной клике, для нее есть что-то вроде хорошего решения. Что-то вроде, потому что алгоритм Брона и Кирбоши, который мы с вами сейчас будем обсуждать, он вообще, конечно, уж переборный. Но там все-таки перебор оказывается хорошим. Он с возвратом и с отсечением многих вариантов на подлете. И, соответственно, у алгоритма Брона и Кирбоша сложность О от 3 в степени n на 3. Это, конечно, все равно показательная сложность, то есть это тоже плохо. Но хотя бы не факториальная. Слава Богу. Значит, ну и алгоритм Брона и Кирбоши в каком-то смысле оптимален для этой задачи, потому что можно предъявить граф, в котором ровно вот столько клик, ну и алгоритм Брона и Кирбоши оказывается линейным по количеству клик. Значит, обоснование сложности на обычном занятии я не даю, но вот в прошлую субботу там по желанию трудящихся я проводила такой небольшой дополнительный эфирчик, на котором я вам рассказывала, откуда берется такая сложность в этом алгоритме. Это видео, естественно, тоже доступно пока еще на Твиче и тоже выложено на Ютуб, так что, если хотите, можете ознакомиться, что там в обосновании этой сложности сидит под капотом. Это довольно любопытно и не очень сложно. Итак, сейчас мы с вами обсудим алгоритм Брона и Кирбоша, решающий задачу о поиске всех максимальных клик в графе. Алгоритм Брона и Кирбоша является одним из вариантов метода ветвей и границ. Это не очень хорошо в следующем смысле. Если вы помните, все варианты метода ветвей и границ, которые вы видели, они такие разлапистые, что ли, неудобные, раскорячившиеся во все стороны. Да, это не очень комфортно, требуется усилие, чтобы уложить его в голове, но тут, знаете, когда ребята только начинают писать первые простенькие программки, очень хорошо видно, как ребята пытаются сделать код не как можно быстрее работающим, а как можно более коротким. Как вы понимаете, это не всегда одно и то же. Так и здесь. Да, просто сказать, ну давайте сделаем полный перебор легко и даже реализовать легко, только работать будет долго. Вот. Ну а если помучиться и реализовать Брона и Кирбоша, да, код будет гораздо менее хорошо выглядеть, но зато работать будет побыстрее, оно того, конечно, стоит. Значит, поэтому сейчас, сейчас мы с вами опишем алгоритм, потом разберем пример, ну а потом посмотрим, будут ли у вас вопросы. Значит, я заранее, да, в этом месте немножко извиняюсь. Дело в том, что, как это часто бывает с методом ветвей и границ, способ его записи, он тоже такой вот корявый, разлапистый и во все стороны растопленный. Как это записать компактнее, чтобы оставить его человека читаемым, я не знаю. Ну и насколько мне известно, не знаю только я. Так что постараемся работать с тем, что есть. Итак, алгоритм поиска всех максимальных клик в графе, он же алгоритм Брона и Кирбоша. Для того, чтобы запускать этот алгоритм, мне потребуется определить три множества. Пусть у нас будет И, это номер вызова. Я сознательно пишу вызова, а не шага. Через некоторое время будет понятно, почему. И мне потребуется три множества. Множество плюсик с индексом И, это построенная часть клики. Множество, которое я обозначу вопросик с индексом И, это потенциальные элементы клики. Ну давайте я запишу покомпактнее, я напишу кандидаты в клику. И, наконец, множество минус с индексом И, это вершины, исключенные из рассмотрения. Вершины, исключенные из рассмотрения. На момент начала работы алгоритма, ситуация очень проста. Построенная часть клики пуста. В качестве кандидатов в клику рассматривается все множество вершин и множество исключенных вершин также пуста. Давайте я напишу вот так, чтобы было понятно, что это буква В или какая-нибудь там галочка. Итак, вот это начальное состояние нашего набора множеств. Дальше происходит вызов. Давайте вот я теперь множество В заменю перечислением вершин. И так мы вызываем, собственно, основной шаг. Перекладываем вершину В1 в множество построенную часть клики. Как меняются множество вопрос и множество минус? А меняются они так. Множество вопрос на итом шаге. Это пересечение множества вопрос на предыдущем шаге и множество вершин смежных с последней переложиной. Ну, давайте я напишу словами. Вершины смежные с последней добавленной в плюсик. Ровно таким же образом меняется множество исключенных из рассмотрения вершин. В этом множестве останутся те вершины, которые были там на предыдущем шаге, но не все, а только те из них, которые смежны с вершиной на предыдущем шаге. Итак, на предыдущем вызове, да, коллеги? Понятно, что я нумерую не столько шаги, сколько вызовы вот этой вот основной процедуры. Итак, перекладывание произошло. Ну, у нас с вами множество плюс с номером, вопрос с номером и минус с номером оказались в каком-то состоянии. А дальше возможны следующие варианты. Если и множество вопросик и множество минусик на этом шаге оказались пустыми одновременно, это означает, что мы построили максимальную клику. Это значит, что мы построили максимальную клику. Если множество вопрос, множество кандидатов оказалось пустым, а множество исключенных вершин нет. Это тоже означает, что мы сейчас имеем дело с кликой, только не с максимальной. Клика, но не максимальная. И, наконец, если множество кандидатов не пусто, тогда мы перекладываем следующую вершину из вопросика в плюсик и делаем следующий вызов. Посмотрите, пожалуйста, колени. Пока что я не объяснила, что делать в случае 1 и 2. Я просто написала, что в одном случае мы построили максимальную клику, а в другом случае перед нами тоже клика, только не максимальная. А происходит следующее. Происходит следующее. Мы с вами завершаем и в первом и во втором случае. Мы завершаем текущий вызов. Давайте я сделаю так. Завершаем текущий вызов. Конструкция рекурсивная, поэтому оказываемся в предыдущем. И перемещаем вершину, по которой совершался этот вызов, в множество исключенных. Перемещаем соответствующую вершину в... Вот видите, коллеги, здесь я вынуждена написать i-s, потому что, строго говоря, следующий вызов может быть из шага не с предыдущим номером, а с каким-то из предыдущих. Соответственно, я напишу вот так. Итак, коллеги, посмотрите, пожалуйста. Если у нас с вами множество кандидатов пусто, то текущий вызов завершается. Мы отправляемся в предыдущий вызов. Он не обязательно окажется предыдущим по номеру. И переклонываем соответствующую вершинку в множество исключенных вершин. Надо сказать, что в этом списке перечислены не все ситуации, когда вызов завершается. Давайте я сейчас отдельно выпишу, в какой ситуации алгоритм завершает... Вызов завершается. Вызов завершается в двух типах ситуаций. Первый тип уже понятен. Это когда множество кандидатов оказывается пустым. А вот второй тип может показаться довольно неожиданным. Вызов завершается. Вызов завершается. И если в множестве исключенных вершин появляется вершина, смежная со всеми вершинами кандидата. Итак, коллеги, для того, чтобы вызов соответствующий завершился, мы с вами можем либо поступить как вот здесь, увидеть пустое множество кандидатов, либо увидеть в множестве исключенных вершин, вершинку, смежную со всеми кандидатами. Но вот среди тех примеров, которые мы будем рассматривать, будет пример, поясняющий, откуда берется такое, ну, может быть, неочевидное условие. На мой вкус оно действительно вполне неочевидно, но пример, я надеюсь, все расставит на свои места. Значит, итак, коллеги, есть ли какие-то вопросы по описанию алгоритма? Есть ли какие-то вопросы по описанию алгоритма? Для того, чтобы рассмотреть пример, понятное дело, мне придется с доски стереть. Ну, прежде чем это сделать, как всегда, давайте убедимся. Да, Максим, вы правы, это необходимо, но вот тут мы находимся в совершенно стандартном затруднении. Затруднение заключается в том, что у меня довольно мало места, и я не могу сохранить на доске одновременно и описание алгоритма, и пример. Плюс, ну, вы уже наверняка осознали, что вот то, что мы с вами делаем по поводу графов, дело даже не в том, что оно суперсложное. Вообще говоря, пока еще нет. Но вы оказываетесь в довольно мощном потоке новой информации. Очень много новых терминов, очень много непривычных каких-то действий. Ну, и для того, чтобы, да, этим потоком не снесло, приходится упираться веслами, я не знаю, вбивать какие-то крючки, еще что-нибудь такое. Ну, и я уже много раз об этом говорила, но необходимо давать себе время для того, чтобы с этими вещами, ну, вот хоть как-то освоиться. Значит, ну, давайте попробуем, да, попробуйте, пожалуйста, еще раз это прочитать, а дальше, если вы будете готовы что-то спросить, я охотно отвечу на ваши вопросы. Ну, а если вы, опять-таки, готовы попробовать поразбирать пример, то мы с вами займемся разбором примера. Так, значит, есть три множества, уже построенный кусок клики, то, что может быть можно в клику добавить, и то, что добавить в клику уже точно нельзя. На момент начала работы ситуация вот такая. Клика пока что не построена, множество с плюсиком пусто, и одна вершина не исключена, множество с минусиком пусто. В качестве кандидата в клику все вершины. Берем первую вершинку, перекладываем ее в плюсик. После этого в вопросе и в минусе остаются те из бывших там на предыдущем шаге вершин, которые смежны с В1. Понятно, почему это так? Поскольку наше будущее клика – это подмножество, в котором каждая вершина смежна с каждой, то на этом этапе рассматривать вершины, не смежные с В1, просто бесполезно, они в клику точно не попадут. Это еще одно из двух. Либо здесь вершины закончились. Это значит, что добавлять в клику больше нечего. И это значит, что мы либо уже построили максимальную клику, тогда здесь больше, тогда в исключенном списке никого не будет. Либо мы построили клику только не максимальную, тогда исключенный список будет не пуст. Вот здесь красным написано, а как вообще вершины оказываются в исключенных. Строго говоря, на момент начала у нас множество пустое, да? Пока оно пустое, с чем-то пересекается, оно остается пустым. Ну вот, для того, чтобы вершина оказалась в списке исключенных, нужно соответствующий вызов завершить, вернуться на предыдущий этап. И вот здесь вершина, по которой осуществлялся переход, перебрасывается в список исключенных. Ну и то, что написано здесь, это, собственно, список ситуаций, в которых вызов завершается. Первая ситуация, это объединение описания ситуаций 1 и 2 римская. Если список кандидатов в клику пуст, значит, на этой веточке построение клики точно завершено. Ну и еще вот не совсем очевидное условие. Если вдруг в списке исключенных вершин оказалась вершина смежная со всеми кандидатами, то этот вызов тоже можно завершать. Чуть-чуть позже будет видно, зачем это так. Ну, я могу забежать чуть-чуть вперед. Если вдруг граф, который мы рассматриваем, уже полный, очень не хочется ходить по всем возможным цепочкам. Вот это вот предохранительный клапан на такой случай. Ну, вот примерно так. Ну что, коллеги, попробуем перейти к примеру? Или вы хотели бы еще на это посмотреть, подумать, что-нибудь спросить. Давайте пример. Да, ну давайте попробуем. Значит, давайте попробуем. Давайте попробуем. Значит, Я очень надеюсь, да, что все желающие там себе записали за скринили, я не знаю, за стоп-кадры, соответствующее описание, все-таки сверяться с ним достаточно удобно. Но, ну, по крайней мере, на осознание это, наверное, влияет положительно. Давайте в качестве примера я напишу. В качестве примера я нарисую тот же самый граф, который мы рассматривали при определении понятия клики. Ну, во-первых, он небольшой, а во-вторых, и это на самом деле гораздо важнее, для него можно знать в ответ. Это значит, что нам будет легко сравнивать полученный результат с тем, который должен быть. Итак, генюю наши три множества. На момент начала работы ни в плюсе, ни в минусе ничего нет, а в вопросе лежат с вершином. Ну, я упорядочила их по алфавиту. На самом деле это не обязательно, можно их упорядочить как-нибудь, и этого порядка потом придерживаться. Итак, множество кандидатов не пустое. Делаем первый вызов. Я беру вершину А и перекладываю ее в множество плюсик с номером 1. Давайте посмотрим, как изменится множество вопрос и минус с номером 1. С минусом все понятно. Поскольку это множество было пустым, то оно пустым и останется. А вот какие вершины окажутся и здесь? Согласно нашему алгоритму, в вопросе на вызове должны остаться те вершины из тех, что там были на предыдущем вызове, которые смежны с добавленной. Вот с этой. Стало быть, какие вершины останутся в множестве кандидатов? ВСД. Совершенно верно. Я, кстати, кажется, перепутала название вершин. По-моему, в прошлый раз у нас здесь была вершина Е, а здесь вершина Д. Ну, проверьте, пожалуйста, как это было. Я могу переименовать вершины, если они были названы иначе, а можно, в общем, оставить как есть. Это не очень важно. Главное, сверяя ответ, сверяя ответ, не забудь, что что-то было иначе. Давайте оставим как есть, но было наоборот. Ну, хорошо, тогда, значит, оставляем как есть, но помним, что, значит, в ответе у нас две клики второго порядка будут называться иначе. У нас были АЕ и БД, а теперь, значит, будет АД и БЕ. Да, конечно, Максим, это совершенно не принципиально, просто я так щедро сказала, что мы с вами сможем сверить ответ. Вот, это значит, что сверяя ответ, нужно не забыть, что вершины названы немножко по-другому. Окей, итак, коллеги, посмотрите. Множество кандидатов не пустое. Это значит, что мы делаем следующий вызов. Ну, по вершине Б. Вызывается следующий экземпляр нашей с вами процедуры. И я перекладываю в множество плюсик вершину Б. С минусиком все понятно. Он пустым был, он пустым и остается, потому что там пересечение пустого множества с множеством смежных с Б. А какие вершины останутся в множестве кандидатов на втором вызове? Совершенно верно, Дорфи Долфи. Из тех, которые у нас были, смежно с вершиной Б только С. Вот такая сейчас у нас ситуация. Множество кандидатов не пустое. Идем дальше. Следующий вызов – это вызов по вершине С. В плюсике 3 у нас теперь вершины А, Б и С. Из вопросика «мы убрали все вершины», он пустой. Ну, в минусике пересечения пустого множества с чем, неважно с чем, все равно пустое. Итак, мы с вами наткнулись на ситуацию, когда и множество кандидатов, и множество исключенных вершин пустое. Это означает, что множество А, Б, С, которое в этот момент находится в множестве плюс, это максимальная клика. А вот дальше происходит окончание соответствующего вызова. Множество кандидатов у нас пусто. Мы завершаем этот вызов, возвращаемся обратно. И вершина С, по которой этот вызов совершался, нет, София, нам не повезло. Нам не повезло, что мы выбрали вершину А, потому что работа алгоритма-то еще не завершена. Завершена работа вызова номер 3. А сам по себе алгоритм еще будет пахать и пахать. Никакого везения здесь нет. Это алгоритм переборный. Мы найдем все максимальные клики. Никуда мы не денемся. В том-то и дело, что здесь мы с вами обречены на довольно долгую работу алгоритма. Он все равно переборный. Но результат – это все максимальные клики. Нам повезло, в кавычках, потому что мы первую же максимальную клику, которую мы нашли, оказалась самой большой из тех, которые в этом графе есть. В этом смысле, да, можно сказать, что нам повезло, но в каком порядке эти клики находить, в общем-то, совершенно не важно. Если нам нужно все равно найти все, то более-менее безразлично, в каком порядке. Итак, посмотрите, пожалуйста. Вершина С, по которой осуществлялся вызов, перекладывается из вопросика в множество исключенных вершин. Вот посмотрите, пожалуйста, коллеги. У нас, наконец-то, множество минус стало не пустым. И что же мы с вами видим? У нас множество вопросик теперь пустое, а множество минусик нет. Что это означает? Это означает, что А, Б – это клика, но не максимальная. Это означает, что множество А, Б – клика, но не максимальная. Вот здесь ничего, а вот здесь теперь что-то есть. Так, коллеги, вот это важный пункт. Понятно, что произошло? Значит, завершили вызов, переложили вершину, по которой был вызов, из вопроса в минус, и увидели ситуацию, когда здесь пусто, а здесь нет. Значит, у нас не максимальная клика. Замечательно, здесь пусто. Завершаем вызов номер 2, поднимаемся наверх, вершину, по которой делался вызов, перекидываем из вопроса в минус. А теперь посмотрите, пожалуйста, Софья, в каком-то смысле это продолжение ответа на ваше замечание. Мы теперь находимся здесь. И множество кандидатов снова не пусто. Теперь оно состоит из С и Д. Можно снова делать новый вызов. Делаем вызов по вершине С. И теперь у нас с вами идет вызов номер 4. Помните, я говорила о том, что вызов не всегда из экземпляра с предыдущим номером. Вот здесь хорошо видно, как это работает. Теперь в флюсике лежат А и С. В минусике лежит Б. А что лежит в вопросике под номером 4? Что лежит в множестве кандидатов на четвертом вызове? Ничего, совершенно верно. Вершину С мы убрали, а вершина Б с С-шкой не смежна. Великолепно. Мы с вами снова, да, Софья, вы тоже совершенно правы. Мы с вами оказались в ситуации, когда множество кандидатов пустое, а множество исключенных вершин нет. Это означает, что АС – это клика, но не максимальная. Так же, как здесь. Завершаем вызов. Перекладываем вершину С из множества кандидатов, множества исключенных. У нас по-прежнему не пустое множество кандидатов, значит, можно снова вызывать. Ну, вот здесь как раз будет хорошо видно, почему я говорила, что метод ветвей и границ, он разлапистый. Вот здесь видно, что он действительно прямо разлапистый, да, растопылился во все стороны. Вызываем по вершине Д. Значит, плюсик пятый, вопросик пятый, минусик пятый. В плюсике лежат вершины А и Д. Вопросик теперь пустой. Мы убрали оттуда последнюю вершину. Коллеги, а что будет лежать в минусике? Что будет лежать в минусике на пятом вызове? Были там вершины В и С, а остаться должны? Нет, нет, Софья. А остаться там должны только те из вершин, которые были на предыдущем шаге, смежные с добавленной. Множество вопросик и Т и множество минусик и Т меняются одинаково. Когда у нас происходит вызов по новой вершине, в этих двух подмножествах остаются только те из ранее лежавших там вершин, которые смежны с добавленной. Ничего, ничего, посмотрите, пожалуйста, да, у вас в записи алгоритма, это обязательно должно быть. Да, да, совершенно верно, самое классное. Ничего. Посмотрите, мы снова в ситуации, в которой множество кандидатов и множество исключенных вершин пусты. Это значит, что мы получили еще одну максимальную клику. Вот по схеме, по иллюстрации хорошо должно быть видно, что эта клика действительно максимальная. Так, коллеги, посмотрите, пожалуйста. Понятно, да? Вот у нас получилась максимальная клика. Ну, осталось немного. Множество кандидатов... На этой ветке, да? Множество кандидатов пустое. Возвращаемся обратно. Перекладываем вершину D из множества кандидатов в множество исключенных вершин, после чего оказывается, что теперь на первом шаге множество кандидатов пустое, а множество исключенных вершин нет. Это означает, что А – это клика, но не максимальная. Возвращаемся на предыдущий шаг. Вершина, по которой был вызов, вершина А, перемещается из вопроса в множество исключенных вершин. Понятно, что будет дальше. Мы скажем, что множество кандидатов не пусто, сделаем вызов по вершине B, и вся эта процедура будет продолжаться. Ну, как видите, это большая работа. Ну, понятное дело, перебор, показательная сложность 3 степени... Ну, вернее, О от 3 степени на 3. Это много. Так, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, понятно ли, как работает алгоритм Брона Кирмоша. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Значит, пока вы обдумываете вопросы, мне, конечно, очень не хочется дорабатывать этот алгоритм целиком. Вы уже видите, так, что мы с вами прошли по ветке для одной вершины, и это оказалась достаточно объемная конструкция. Вот. Ага, Максим, спасибо большое. Значит, скажите, пожалуйста, коллеги, могу я тогда не заканчивать выписывание примера для вот этого графа в полном объеме. Честно говоря, если как именно меняются множество плюс-минус и вопрос, ясно, и понятно, откуда берутся выводы максимальная пика, не максимальная пика, и вершины в множестве исключенных, все остальное это такая чистая техника. Могу я не заканчивать описание? Угу. Летый долфин, спасибо. Хорошо. Хорошо. Значит, коллеги, в таком случае я напомню, что у нас с вами было два варианта завершения соответствующего вызова. С одним мы с вами все время сталкивались, это ситуация, в которой множество кандидатов оказывалось пустым. А второе, это была ситуация, когда в множестве с минусом появлялась вершина, смежная со всеми кандидатами. Вот я сейчас хотела бы показать вам еще один пример, на котором отработает это это правило остановок. Пример довольно небольшой, его мы как раз можем отсмотреть целиком. Могу я стереть с доски вот то, что на ней сейчас находится? Спасибо, спасибо, коллеги. Максим, бюджет и долфин. Да, я еще раз хочу повторить. Дело не в том, что эта штука какая-то сложная. Нет. Но она просто объемная. Большие схемы, их в принципе трудно уложить в голове, если не уловить в них структуру. Ну, мы с вами уже проводили эти параллели в прошлом году, когда изучали комбинаторику. Очень трудно учить наизусть телефонный справочник. Поток никакой структурированной информации это крайне тяжело. Как только появляется структура, вы сразу, ну, фактически, перестаете запоминать конкретные факты, а начинаете запоминать взаимосвязи между ними. Это уже гораздо легче. А пример, который я хотела вам показать, на самом деле, кажется, не сильно отличающимся от того, который мы только что рассматривали, потому что я хочу показать вам пример вот такой. Граф К-3. Полный граф на трех вершинках. Значит, опять-таки, с высоты своего аналогового восприятия мы просто сразу видим, что поскольку граф полный, то максимальная клика в нем одна и совпадает со всем графом. Ну, для компьютера посмотрел и увидел, пока еще не актуально. Вот давайте посмотрим, как отработает алгоритм Ронакер-Боша здесь. Значит, у нас в начальной ситуации все абсолютно прозрачно. Плюс и минус пусты в вопросе все вершины. Запускаем первый вызов. В плюсе остается А, в минусе остается ничего. Поскольку А смежно с обеими вершинами, то вопрос тоже не меняется. Делаем следующий вызов. Теперь в плюсе лежат А и Б. В минусе по-прежнему пусто. Так, крючки там. В множестве кандидатов остается С, поскольку С и Б смежны. Делаем третий вызов. В множестве уже построенном находятся теперь вершины А, Б и С. в множествах вопросов и минус пусто. Итак, мы с вами нашли максимальную клику. Да, да, извините, третий вызов, конечно, по вершине С. Спасибо. Меня вот эта буква С взбила с толку, поэтому я написала неправильно. Спасибо большое. Значит, завершаем вызов. Вершина С перемещается из вопроса в минус. Теперь множество кандидатов пусто, а множества исключенных вершин нет. Значит, клика А, Б не максимальная. Завершаем вызов. Перекладываем вершину Б в множество исключенных вершин. А вот здесь отрабатывает то самое условие. Посмотрите, Б и С смежны. То есть сейчас у меня в множестве исключенных вершин вершина смежная со всеми кандидатами. Это значит, что я могу завершать этот вызов. Я не должна идти снова, перекладывая в первый раз С. Завершаю вызов. Вызов был по вершине А. А, вершина А перекладывается из вопроса в минус. И мы снова отказываемся в той же самой ситуации. У нас вершина А смежна со всеми кандидатами. Это значит, что вызов можно завершать, а значит и завершена работа всего алгоритма. Посмотрите, пожалуйста, какое количество работы на полном графе мы себе сэкономили за счет этого варианта остановок. Довольно много, прямо скажем. Но вот как раз за счет этого отсечения заведомо повторяющихся и заведомо неподходящих вариантов алгоритм брона Кирбоша и работает все-таки за три степени натрий, а не за инфекториал времени. За что ему, конечно, большое спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли какие-нибудь еще вопросы по поводу поиска всех максимальных клик в графе? Софья, спасибо. Хорошо, Максим, спасибо. Ну, в таком случае мы с вами имеем полное право переключаться на хроматику, на разговор о раскрасках графов и хроматических многочерков. Поехали. Спасибо. 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 Возможно, лучше было бы написать вершинные раскраски во множественном числе. Ну, ладно, как написала, так и написала. Вершинные раскраски графа хроматический многочерк. Значит, коллеги, сейчас я дам определение правильной вершинной раскраски графа. Давайте мы с вами сразу же договоримся. В рамках практических занятий по вашему курсу рассматриваются только вершинные раскраски. Естественно, вершинная раскраска означает, что красим мы вершины. Реберные раскраски тоже существуют, мы их просто не рассматриваем. Поэтому, начиная вот с этого момента, я почти всегда перестану произносить слово вершинное и буду говорить просто раскраска. А вы, пожалуйста, помните, что мы имеем дело в этой части курса только с вершинными раскрасками. Итак, определение. Пусть у нас есть граф. Граф мы будем называть правильной вершинной раскраской графа Ж. Это такая раскраска, что любые две смежные вершины разного цвета. что любые две смежные вершины разного цвета. Правильная вершинная раскраска это такая раскраска, что две любые смежные вершины разного цвета. Ограничений на цвета несмежных вершин нет. Ну и давайте мы сразу дадим еще одно связанное определение. Мы будем называть хроматическим числом графа Ж. и обозначать его хи, а, дж. Минимальное число цветов в которое граф Ж можно раскрасить правильно. я ощущаю, что мягкий загибается. Макер Итак, хроматическое число графа Ж это минимальное число цветов, которое наш граф можно раскрасить правильно. Ну, давайте приведем какой-нибудь примерчик. Да хоть все тот же самый. Да хоть все тот же самый. Давайте первую вершину вершину Е Верховцев, во-первых, нельзя. Раз вы опоздали, вам остается только посочувствовать и предложить пересмотреть запись эфира. Запись будет доступна. А, во-вторых, честно говоря, то, что вы написали, настолько неудачно сформулировано, что я не уверена, что я правильно вас понимаю. Честно говоря, я бы поставила небольшую сумму на то, что этот текст написан не человеком, а он был переводчиком. Так что нет. Извините, поздно. Итак, покрасим первую вершину ну, в какой-нибудь цвет. Допустим, зеленый. Смежная с ним вершина всего одна. Это вершина А. Ее можно покрасить в какой-нибудь незеленый цвет. Ну, пусть это будет красным. Среди смежных с А вершин есть две неокрашенных. Поскольку они не смежны с Е, то можно использовать зеленый цвет для одной из них. Вот он. А вот дальше мы с вами обнаруживаем вершину. Это вершина С, которую нельзя окрасить ни в один из двух ранее использованных цветов. Она смежна с обеими. Никуда не денешься. Придется вводить третий цвет. Ну, у меня это синий. И оставшаяся вершина Д, смежная только с одной вершиной, вершиной В зеленой, может быть покрашена в любой незеленый цвет, красный или синий. Все равно, ну, давайте, например, красный. Итак, вот мы с вами построили для предложенного графа одну из правильных раскрасок. Обратите внимание, коллеги, уже на этом примере прекрасно видно, что правильная раскраска не одна. Она не одна, даже если мы взяли минимально возможное количество цветов. Ну, а во-вторых, для этого конкретного графа мы определили хроматическое число. Выяснилось, что минимальное количество цветов, которые этот граф можно окрасить правильно, это три. Есть ли какие-нибудь вопросы по определению, ну, и по разобранному примеру? Есть ли какие-нибудь вопросы по разобранному примеру? Да, напоминает, напоминает, но здесь нужно отметить, что с одной стороны задачи на раскраску, они все в определенном смысле похожи. Вот, а с другой стороны, да, да, действительно, любые ограничения в духе ну, здрасте, приехали, Софья, конечно, нет. Конечно, нет. Здесь, как вам сказать, а, вы имеете в виду хроматическое число, я подумала, что вы о количестве раскрасок. А, значит, ну, ответ на этот вопрос абсолютно очевиден, поскольку смежные, вершины смежные с одной и той же не могут быть смежны между собой, то да, в Дольный Град, конечно, всегда можно правильным образом раскрасить два цвета. Да, прошу прощения, Софья, это я вас неправильно поняла, будучи немножко убежавшей уже мыслями вперед. Да, конечно. Значит, нет, Максим, а вот это ошибка, которую я ждала. Нет, нельзя. Сейчас мы с вами сформулируем соответствующее утверждение. Ну, я его сформулирую в виде замечания, потому что доказывать его нашими средствами просто невозможно. Итак, замечание будет состоять из двух частей. Во-первых, любое натуральное число Н будет хроматическим для некоторого графа. И даже понятно, для какого. Если мы с вами возьмем полный граф на Н вершинах, если мы с вами возьмем полный граф на Н вершинах, то его можно правильным образом раскрасить в не менее, чем Н цветов. Понятно, что каждая вершина смежна с каждой. То, что говорит Макс, так называемая гипотеза четырех красок, о том, что планарный граф всегда можно правильным образом раскрасить в четыре цвета. Да, долго бытовала такая гипотеза, но это не теорема. Она не верна. Если граф Ж планарный, то хроматическое число не превосходит пяти. Это относительно недавний результат. А гипотезу четырех красок реально очень долго бились головой. Но вот в итоге построили такой пример, может быть, даже не один, в котором четырех красок не хватает, а граф планарный. Насколько я знаю, в минимальном примере там типа порядка двух тысяч вершин. То есть построить этот пример вручную практически невозможно. Собственно, этот пример, естественно, был построен при помощи, ну, на тот момент при помощи ЭВМ. Надо честно признать, что к любым доказательствам, которые де-факто имеют в качестве частей машинный перебор, отношение отчасти скептическое. Понятно, что вопрос о том, а не было ли в коде ошибок, он, в общем, всегда будоражит умы скептиков. Ну, соответственно, такие штуки проверяются, перепроверяются и еще перепроверяются, но, насколько я знаю, здесь все вполне чисто, ну, по крайней мере, на данный момент все считают именно так. Так что, Макс, вы очень удачно сделали это замечание. Гипотеза четырех красок превратилась в теорему о пяти красках. Любую карту, хотя все-таки точнее было бы сказать любой планарный граф, можно раскрасить правильно в не более чем пять цветов. Пример приводить по понятным причинам я не буду, но он легко ищется. так что, так что, это хорошее, полезное замечание. Молодец! Молодец! Так, замечательно. Будут ли еще какие-нибудь вопросы, дополнения, добавки? Значит, если да, то давайте, приветствуются. Ну, а если нет, то можно переходить к понятию хроматического многочлена. Максим, вам спасибо. Вам спасибо за содержательный вопрос. Так, ну что, коллеги, переходим к хроматическим многочленам. Спасибо. 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 Переходим. Значит, друзья мои, уже сейчас, в общем, понятно, что сейчас, сегодня я вам успею сформулировать определение и некоторый набор свойств хроматических многочлена. Собственно, к самим содержательным задачам мы перейдем в следующий раз. И у меня к вам будет просьба в качестве элемента домашнего задания. Дети Долфин. Давайте я еще раз повторю. Если граф Ж планарный, то его можно правильным образом раскрасить в не более чем пять цветов. Вы, скорее всего, плохо понимаете, как соответствующее утверждение переговаривается в термин карта. Это не означает, что вы можете взять неважно карту вот такую настоящую географическую, нарисовать там одну страну, окружить ее набором лепестков и что-нибудь такое. Хотя ваш пример, конечно, неудачен, потому что вот такую конструкцию, очевидно, можно легко покрасить в три цвета. Центральную страну можно покрасить в цвет А, страны ее окружающие можно красить в попеременно В и С. Ну, а дальше одно из двух. Если стран окружающих нечетное количество, то мне придется добавить еще цвет Д. Вот появились четыре цвета. А если множество стран черное, то цвета В и С окажутся соседними и хватит вообще трех. Поэтому ваш контрпример это, конечно, совсем не контрпример. Спасибо. Значит, но вот здесь я, честно говоря, очень не советую пытаться оперировать термином карта, потому что это сбивает с толку. Да, вы сразу вызываете в памяти какие-то конкретные географические объекты, которые хорошо помните. А задача это про графы. Граф может быть моделью карты. Но не только. Да, все-таки в терминах графов можно описывать гораздо большее количество конструкций. Ну и, собственно, в этом-то и тонкость. в том-то что вот конфигурации, которые можно смоделировать при помощи графов, они, в общем, гораздо шире, чем то, что мы с вами можем изобразить на географической карте. Так, молодцы, молодцы, коллеги, очень хорошо. Меня, во-первых, всегда радует, когда вы пытаетесь применить и подвергнуть критическому осмыслению то, что вам рассказывают. Это всегда хорошо. Ну и, во-вторых, то, что соответствующие результаты согласуются, ну, с нашим текущим представлением о мире, это тоже всегда приятно. Так, пытаемся все-таки перейти к хроматическому многочлену. Значит, собственно, уже на этом примере было видно, что правильных раскрасок их сильно не одна. И хроматический многочлен это в целом способ ответить на вопрос, сколько правильных раскрасок в к цветов существует для конкретного графа. Надо честно отметить, что в вопросах о хроматических многочленах у нас будет два основных инструмента. Первый это вот наше с вами комбинаторное знание, которое я попросила вас к следующей нашей встрече освежить, а второй это так называемая теорема о редукции и следствие из нее. Ее я, может быть, успею сформулировать сегодня. Но начать, как всегда, придется с определения. Начать, как всегда, придется с определением. Итак, у меня есть граф. Мы будем называть хроматическим многочленом для g. И обозначать я его буду p с индексом g. Это будет функция ну, давайте из n с ноликом в n с ноликом такая, что значение p от g в точке k это количество различных правильных раскрасок. графа g в к цветов. хроматический многочлен определяется как функция из n с ноликом в n с ноликом, которая в каждой точке k принимает значение равное количеству различных правильных раскрасок нашего графа g в к цветов. Ну, давайте сейчас мы с вами сформулируем некоторое количество простейших свойств хроматического многочлена. Заметьте, пожалуйста, здесь я избегаю слова тривиальные, потому что, честно говоря, тривиальные из этих свойств не все. Они действительно самые простые, но далеко не всегда очевидные. Итак, простейшие свойства хроматического многочлена простейшие свойства хроматического многочлена. Свойство первое, но, возможно, смешное. Хроматический многочлен – это действительно многочлен. Это важно. В определении у нас написано слово «функция». строго говорят, то, что это именно многочлен, ну, вообще нужно доказывать. Ну, это не очень сложно, это как раз довольно тривиальное свойство, но, тем не менее, хроматический многочлен – это токеда многочлена. Второе свойство – степень хроматического многочлена – это количество вершин нашего графа. степень хроматического многочлена – это количество вершин нашего графа. Значит, естественно, это означает, что наш многочлен имеет литв АН на 1х в n плюс АН-1х в n-1 плюс и так далее плюс АН-1х плюс А с 0. Ну, вообще-то про его коэффициенты кое-что известно. Во-первых, свободный член хроматического многочлена всегда равен нулю. А старший коэффициент всегда равен единице. То есть, обратите внимание, коллеги, уже бросаются в глаза, что мы привыкли к тому, что многочлен степени n задаются n плюс одним коэффициентом, а у нас n-1. Два коэффициента заведомо известны. ПЖТ от х это х в n плюс АН-1 заговариваюсь. х в n-1 плюс и так далее плюс А1х. Свойство номер 4. Коэффициенты хроматического многочлена знак очередующийся. Коэффициенты хроматического многочлена знак очередующийся. Плюс минус плюс минус плюс минус свойство номер 5. Во-первых, хроматический многочлен у нас функция неубывающая и неотрицательная. Кстати, коллеги, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему я не называла кроматический многочлен возрастающей функцией? Что мне мешает это сделать? Вы помните, да, что возрастающая это чем больше аргумент, тем больше значения, а неубывающая это допускающая платон. Вот такое что-то. Соответственно, раз я написала неубывающая, значит, где-то может быть платон. Как вы думаете, где он может быть? В каких, ну, скажем, двух соседних точках, вернее, каким образом в двух соседних точках хроматический многочлен может иметь одинаковое значение? давайте я даже подсказочку нарисую. В качестве подсказочки я нарисую графка 3, так нет, если количество цветов одинаково, то это одна и та же точка К. К – это не цвета, а их количество. нет, нет, Максим, еще раз, посмотрите, пожалуйста, на определение. Значение хроматического многочлена в точке К – это количество различных правильных раскрасок в К цветов. красных цветов. Если вы считаете раскраску в два цвета, то вы не думаете о том, это раскраска в красный и синий или, скажем, в белый и черный. Это просто раскраска в два цвета. И количество вариантов – это значение в соответствующей точке. А я хочу ответ на другой вопрос. Может ли такое быть, вернее, как может такое быть, что количество раскрасок, скажем, в два и три цвета одинаковое? Ведь если бы чем больше цветов, тем больше было бы раскрасок, тогда я могла бы написать здесь слово «возрастающая» функция, а я написала «неубывающая». Значит, должно быть, ну, либо я ошибаюсь или специально вас обманываю, либо, возможно, такое, что количество раскрасок, ну, скажем, в два и три цвета или там в один и два, неважно. Короче, какое-то количество разных цветов, разных количеств цветов будет одинаковым? И мой вопрос именно такой, как это возможно? Как это возможно, что, скажем, в один и в два цвета можно покрасить правильно одинаковым количеством способов? Это как? Как такое может быть? что в n цветов и n плюс 1 цветов можно покрасить, правильно покрасить, одинаковым количеством способов. Это тоже правда, но я сейчас опять не об этом. Есть довольно естественное предположение. Количество правильных раскрасок в 10 цветов больше, чем количество правильных раскрасок в 3 цвета. Но если бы это было так, чем больше цветов, тем больше раскрасок, то тогда я могла бы написать здесь слово «возрастающее». А я так не написала. Вот можете ли вы придумать граф, для которого количество правильных раскрасок в 3 цвета и в 10 цветов будет одинаковым? Вот возможно ли такое? Понятно, что если граф можно правильно раскрасить в 3 цвета, то можно правильно раскрасить в 10. Вопрос в том, как сделать так, чтобы для разных количеств цветов количество раскрасок было одинаковым. Но это нетривиально, казалось бы. Вот можете ли вы придумать пример графа, который правильно раскрасить в 3 цвета можно n способами, и правильно раскрасить в 10 цветов можно тем же количеством из n способов? Можно ли такой пример привести? Ну и что? Если количество вершин меньше количества цветов, просто для каких-то раскрасок вы используете не все. Пример. Пример хочу. Я бы сказала, мечтаю увидеть пример. Так, ну хорошо, коллеги, давайте, чтобы не тратить на это очень много времени, я сейчас буду вам подсказывать. Вот у меня за спиной нарисован граф К3. Скажите, пожалуйста, сколько есть способов раскрасить его правильно в 1 цвет? Сколько есть способов? Так, Дети Долфин, вы правы, Беиза, а вы нет. Посмотрите, пожалуйста. Да, самая классная Максим ЗБ. О, да, вы тоже правы. Понятно, что покрасить в 1 цвет, это значит, что все 3 вершины будут одинакового цвета. Это нарушение правильности раскраски. Верховцев. У графа нет ни начала, ни конца. Нет такого-то. Замечательно. А теперь скажите мне, коллеги, а сколько есть способов правильно покрасить граф вот этот, К3, в 2 цвета? Совершенно верно. У нас плоту в нуле. Потому что пока цветов слишком мало для того, чтобы граф раскрасить, правильно? Количество правильных раскрасок будет равно нулю. Ну, а вот если мы выбираемся в 3 цвета, вот так, то уже все понятно. Вершину А можно раскрасить тремя способами, вершину С двумя, ну а вершину В одним. Итого получается вот 6 раскрасок. Шикарно. Шикарно. Молодцы. Итак, вот поэтому я написала неубывающее. Потому что наш с вами хроматический многочлен допускает одинаковое значение равным 0. Итак, хроматический многочлен всегда имеет неотрицательные значения, и это неубывающая функция. Ну, а минимальное К, такое, что ПЖТ от К строго больше нуля, это и есть хроматическое число. Хроматическое число – это как раз такое минимальное К, что значение хроматического многочлена в соответствующей точке положительное. Замечательно. 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 Что еще мы знаем? Ну, кое-что знаем. Давайте я доформулирую свойства. И на этом мы с вами, видимо, на сегодня закончим. Да, да, Максим, совершенно верно. Пока мы с вами не дошли до хроматического числа, все значения будут нулевыми. Значит, следующее, что мы знаем. Итак, мы знаем, что модуль r-1 коэффициента равен количеству ребер графика. Мы знаем, что для любого графа g 0 – это корень. Причем кратность этого корня – это количество компонент связности графа. Итак, потихонечку вырисовывается информация дополнительная о хроматическом многочлена. Да, мы довольно много успели узнать про коэффициенты. Теперь дополнительно выясняется, что мы что-то знаем и про его корни. Мы с вами знаем, что корень 0 у хроматического многочлена есть всегда. И знаем, что кратность этого корня соответствует количеству компонент связности. Девятое свойство – предпоследнее. Девятое свойство – предпоследнее. Если граф g можно разбить на компоненты связности, тогда хроматический многочлен для графа – это произведение хроматических многочленов для компонент связности. Если у нас граф, состоящий из нескольких компонентов связности, то хроматический многочлен для графа – это произведение многочленов для компонентов связности. Ну и последнее, да, последнее на сегодня свойство – десятое. Почти всегда хроматический многочлен имеет корень единицу. Причем, вот заметьте, да, пожалуйста, не всегда у нас будут контрпримеры. Ну почти. Причем кратность корня единица – это количество блоков графа. Ну и вот здесь, в качестве завершающего аккорда, я хочу определить, что же такое блок. Термин «блок», применительность графу, нам с вами раньше не попадался. Ну вот на нем мы сейчас и закончим. Вот у меня здесь есть местечко, и я дам определение «блок». Вы будете смеяться, но для того, чтобы дать это определение, мне нужно дать еще одно определение вспомогательное. Определение будет такое. Пусть у меня есть вершина графа «ж», эта вершина называется сочленением, тогда и только тогда, когда при удалении вершины «в» граф распадется на части. Ну или, если хотите, количество компонент связанности увеличивается. Вершина называется сочленением, если при ее удалении количество компонент связанности увеличивается. Ну, например, вот посмотрите на эту картинку, если я уберу вершину «а», то у меня отвалится вершина «е». Соответственно, вершина «а» будет сочленением. Очень грубо говоря, сочленение – это примерно как мост. Только мост – это тип ребер, а сочленение – это тип вершины. А вот теперь я могу определить, что такое блок. Блок в графе – это максимальный по включению под граф без сочинений. Блок – это максимальный по включению под граф без сочинений. Что такое максимальное по включению мы уже сегодня обсуждали. Это такой под граф, который не является строгим подмножеством большего под графа с таким же свойством. Ну, а давайте посмотрим на эту картинку. Если я возьму ребро «еа», ну, соответственно, две вершины «е» и «а», то в этом кусочке сочленений нет. Но если я напишу «еа-ц» или «еа-б», то уже будет видно, что ударение вершины «а» обязательно приведет к тому, что вершина «е» отвалится. Значит, вот этот кусочек – это блок. То же самое можно сказать и про ребро «БД» из тех же соображений. Если я возьму просто «Д» или «БД», то отваливаться будет нечему. А вот если я добавлю еще хотя бы одно ребро, то вершина «Д» начнет отваливаться. Ну, и все остальное, собственно, сам К3, сам треугольничек, вот, тоже будет блоком. Тоже будет блоком. Ну, вот такой пакетик из десяти свойств хроматического многочлена. Есть ли какие-нибудь вопросы? Значит, соответственно, следующую нашу встречу мы с вами начнем с теоремы о редукции. Ну, и через некоторое время, там через несколько технических полезных лем, доберемся до, собственно, вычислений. Отлично, Максим, спасибо большое. Ну, что ж, прекрасно. Традиционная картиночка для завершения эфира. Ну, пожалуй, сегодня я покажу вам картинку с одним из сквозных Танинных персонажей верховцев. Ну, конечно, нет. Вот посмотрите на картинку. Прямо на ней нарисован блок, состоящий из трех вершин. А, Б и С. Да, вот, собственно, Максим отвечает одновременно со мной. Значит, я, да, покажу вам Танину картинку. Значит, у Тани есть некоторое количество сквозных персонажей. Значит, один из этих сквозных персонажей носит название «Ашталь-лизантроп». Надо сказать, что это, да, такой хороший персонаж, емкий. Вот. Ну, и картинка, которую я вам покажу, она, ну, скажем так, периодически она характеризует состояние, как минимум, мое. Значит, картинка будет такая. Ну, что ж, на этом все. Всем большое спасибо. И до встречи, ну, либо на консультации в субботу, либо через неделю. Всего доброго.